Привет, мои дорогие! Если у вас возникнет такая ситуация, что нужно будет свалять нужно будет свалять вот такие вот кладчи, кошелечки, сумочки например, они должны быть одинаковыми, вот такие мелкие я хочу в этом видео показать, как можно очень эффективно, быстро снять вот такие, свалять вот такие кошелечки одинаковые, в принципе одинаковые, но чуть-чуть разница есть но в принципе они одинаковые, кошелечки, кладчи поэтому обратите внимание на это видео, посмотрите ее я ее отсняла для того, чтобы облегчить себе и вам работу Дорогие мои, разложила я уже грибиной лентой в основное полотно буду использовать помимо этого и шерсть, которую покрасила вот шелк и вискозу все, что у меня, какой был материал, я уже все разложила и вискозу вот здесь начала стелить и маленький вот так орнамент сделала шелк я постелила поверх всего этого коричневого цвета, это все у меня остатки и сейчас, вот смотрите, вот этот момент я уже сваляла, видите, вот краешки, уже он свален, но не настолько чтобы прям, был прям дубовый и все это полотно, которое у меня свалялось я делю на 8 частей потому что у меня будет 8 кошелечков и вот я тут разрезаю, вам показываю в принципе, вот эта работа вообще безотходная ни один кусочек у меня не был отрезан я все использовала, весь материал использовала для изготовления кошелечков и вот смотрите, я уже полотна подготовила сейчас начинаю вышивать берете ниточку по тону, которая подходит берете бусинки и в процессе вышивки вы должны будете бусинки насаживать на иглу и сразу провышивать это все вышивку берете, какую вы хотите вот смотрите, я здесь использую цепочку ну и иголка вперед можно вышивку взять любую какую вы хотите, какую вы умеете как вы можете вышивать но самое главное, нужно чтобы во время вот этой вышивки вы должны ниточку немножко стягивать видите, у меня полотно собирается как будто в гармошку почему? потому что я полотно не так сильно уваляла потому что потом я еще буду доваливать вот смотрите, вот эти все кусочки которые я отрезала теперь я буду вот как соединять вот именно вот таким швом берем вот с угла и начинаем уже ниткой другого цвета можете и тоже использовать ниточку но она у меня закончилась поэтому я взяла вот более-менее подходящий по тону, но вы знаете, я так его мелко-мелко-мелко вот так сшила что даже эта ниточка у меня и не была видна вот так вот мы иголкой вперед это все прошиваем и доходим вот до того места, где соединяются три угла и в этом месте я вот эти первые и третий угол я прошиваю еще 3-4 сантиметра чтобы увеличить глубину кошелька вот так вот соединяем и прошиваем это все тоже хорошо стягивается нитка должна прям стянуться но не настолько, чтобы прям это вы должны регулировать не сильно перетянуть и не дотянуть даже вот там где вот бусинки тоже старайтесь немножко нитку хорошенько так потянуть чтобы при процессе увалки у вас бусинка не болталась на ниточке как отдельно так она должна вместе с ниточкой прям валяться в полотно ну тогда будет очень красивой у меня так получилось в 2-3 местах бусинка прям на ниточке болталась при том, что я прям регулировала ну я так как нитки хорошо свалялись я потихонечку так отрезала и убрала бусинки чтобы они не болтались отдельно вот видите вот так затягиваем ну и здесь мы нитку закрепляем вот так вот мы 8 кошелечков друг с другом так соединяем и вот четвертый угол он будет как бы закрываться вот в четвертом углу прям вот в уголочке я делала прорезь такой для пуговицы потому что кошелечек должен будет застегиваться видите он немножко вот свободный весь гармошкой прям собрался вид не очень товарный такой вот так вот мы будем делать кошелечки они закрываться будут плотно вот здесь я уже кошелечки валяю видите делаю давалку вот тот процесс который я вам говорила что все что у нас будет в гармошке соединяться вот в этом моменте аккуратненько аккуратненько я сильно не нажимаю ну и в руках вот кручу протираю особенно краешки особенно там где швы и при увалке все вот эти неровности они так хорошо сваливаются что имеют такой красивый вид придают кошельку красивый вид я вот в верхней части старалась поплотнее уваливать чтобы кошелечку у меня был немножко снизу шире а вот где уже вход в кошелек немножко уже и он у меня как трапеция как трапеция и вот смотрите вот там где угол там где угол внизу кошелька его я немножко округляю потому что чтобы вот она прям видите вот я руками проваливаю хорошенько проваливаю внутрь у меня кулачок а с этой стороны я уже ладошками его кручу и сваливаю так чтобы у меня в этом месте он стал плотнее и круглый такой чтобы не был сильно острым там у меня горячая вода я туда макаю мыло смываю мылю потом вот видите вот так стучула об стол обязательно в порядке постучите он даст объем кошельку даст объем если постучать он даст объем такой красивый красивый и ну вот такие вот манипуляции делайте шерсть любит такое отношение к себе вот опять я уголочки скручиваю чтобы они кругленькие были а вот так вот об стол протирать надо можно перевернуть кошелек из внутренней стороны и вот уже об стол потереть если вы не хотите валять именно вот такие маленькие кошелки можно например полотно разделить на 4 и сделать побольше но только нужно будет шерсть положить побольше если вы хотите сумку то надо будет побольше шерсти ложить на каждый кошелек у меня ушло плюс-минус где-то 10-12 граммов шерсти ну может быть до 15 доходило но не больше и она у меня по плотности не сильно тонкая и не сильно такая толстенькая но если вы будете делать сумку то можно будет его поплотнее сделать и хорошенько его так увалять вот смотрите вроде бы он тоненький но при уже сушке в конце он у меня стал такой плотненький ими держал форму и вид был очень хорошенький вот в этом виде я здесь уже вынимаю из уксуса я в горячее воду добавила две ложки столовые ложки уксуса и здесь вот я сделала дырочки дырочки а нет я еще здесь не делала дырочки дырочки для пуговицы вот после того как я вынула из воды из кислоты я взяла ножнички сделала маленькие прорези и еще сполоснула в горячей воде чтобы уксус не пах и не имел запаху уксуса кошелек и в том же моменте когда я в горячую воду ложила его я дырочки хорошенько сваляла и у них углы немножко закруглились вот все восемь кошелечков смотрите вот уже кошельки готовы готовы к тому чтобы их упаковать я в каждый пакетик положила по кошельку и по розочке дорогие мои будьте со мной на моем канале подписывайтесь ставьте лайк пишите комментарии если вам понравилось мое видео рекомендуйте своим знакомым друзьям и близким будьте со мной всем пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!